Всем привет! В эфире «Дети Большого Толка» – программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Весь мир – от Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. Сегодня мы с вами посмотрим на Луну с разных сторон и даже заглянем вовнутрь. Наша спутница не только является объектом научного изучения, но и используется учеными в качестве научного прибора. Она задает множество ритмов на Земле, тормозит скорость вращения нашей планеты вокруг своей оси, иногда кидается в нас камнями, время от времени закрывает от нас Солнце. С ее помощью моряки ориентировались в открытом море, ее движение до сих пор лежит в основе календарей некоторых народов. Мы очень рассчитываем на нее в будущем. Какие ресурсы хранятся на Луне? Все мы не раз видели Луну и хорошо с ней знакомы, но это знакомство поверхностное. Столько всего интересного и невероятного с ней связано, и это несправедливо остается уделом узкого круга специалистов. Мы же стремимся рассказать обо всем так, чтобы каждый, глядя на Луну в ночном небе, мог осознать, какую огромную роль она играла и продолжает играть в нашей цивилизации. Тема нашей программы – Луна. Как лунное затмение спасло Христофора Колумба? Во времена четвертой экспедиции Христофора Колумба его команда год прожила на Ямайке и получала провизию от туземцев. Со временем индейцы стали приносить все меньше воды и еды, так что людям грозила голодная смерть. И тогда Колумб воспользовался знанием астрономии и пригрозил туземцев, что его боги разгневаны и заберут у них Луну. 1 марта 1504 года состоялось полное лунное затмение, и индейцы решили, что угроза сбылась. Они пришли с мольбами о прощении и обязались восстановить поставки провизии в полном объеме. Затмение длилось 45 минут, и члены экспедиции сказали туземцев, что Колумб готов их простить и молиться об их прощении. С тех пор у экспедиции не было проблем с провизией. Что из себя представляют моря на лунной поверхности? Что такое море в земном понимании? Гигантский, огромный водоем, залитый водой. Море — это часть океана, которая вдается в сушу. Раньше, когда только-только ученые начинали изучать Луну, а именно в 17-18 веках, они принимали эти темные пятна на ней за моря. Ведь они даже имели очертания земных морей. Но на самом деле лунные моря — это вовсе не моря. Что же это тогда? И почему такое название? Лунные моря — это углубления в нашем спутнике, залитые застывшей лавой. Поэтому они чуть темнее Луны. Когда ученые выяснили, что в составе Луны нет воды, то название уже прижилось и решили ничего не менять. Поэтому называются они морями. Но в них, конечно же, не поплаваешь. И еще один не менее важный вопрос. Как появились кратеры на Луне? В книге Николая Аносова «Незнайка на Луне» были два лагеря, спорящих о их происхождении. Те, кто считал, что Луну бомбили метеориты, и те, кто считал, что она кипела, когда была очень горячей. И эти кратеры — это застывшие пузырьки. В реальной жизни именно оба лагеря оказались правы. Луна действительно терпела метеоритные бомбежки. Только в то время она была в вязком состоянии. Метеориты медленно тонули в ней. Под ними образовывался кратер с круглой короной. Так и появились кратеры на Луне. Правда ли, что Луна отдаляется от Земли? И почему это происходит? Луна медленно отдаляется от Земли из-за гравитационного воздействия. Земля и Луна влияют друг на друга силами гравитации, что приводит их к взаимному движению. Гравитационное притяжение Луны вызывает приливы и отливы на Земле, а земная гравитация влияет на форму Луны, делая ее немного овальной. В результате этих взаимодействий Луна постепенно удаляется от Земли. Скорость удаления Луны составляет примерно 3,8 см в год. Со временем это расстояние будет увеличиваться, и орбита Луны станет более вытянутой. Однако это не означает, что Луна покинет Землю. Через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и поглотит нашу планету вместе с ее естественным спутником. Чем пахнет Луна? Луну изображают в мультфильмах, похожей на сыр. Но мы понимаем, что она выглядит иначе. Не желтая, а цвета асфальта. Запах имеет, конечно, не сырный. А какой? Представьте себе, вы космонавт, вступивший на Луну. Какое же открытие вас ждет? Не только невероятный пейзаж, но и запах Луны. Да, пахнет она вполне отчетливо. Все, побывавшие на Луне, описывали этот запах, как смесь металла и пороха. Представьте, как это необычно вдохнуть аромат космоса. Почему же Луна пахнет? Все дело в лунной пыли. Она образовалась за миллиарды лет под воздействием солнечного ветра и микрометеоритов. Взаимодействуя с кислородом, содержащимся в скафандрах. Пыль начинала издавать запах. Интересно, что когда образцы лунного грунта привозят на Землю, они уже не пахнут. Почему? Скорее всего, потому что на Земле другие условия, и та химическая реакция, которая происходит на Луне, прекращается. Так что Луна – это не просто безжизненный спутник Земли. Это целый мир с уникальными свойствами, которые еще ждут своих исследователей. Хотели бы вы узнать больше о лунных исследованиях? Что можно разместить на Луне, чтобы мы могли рассмотреть это с Земли? Все мы привыкли смотреть на Луну и видеть ее неизменный облик. Но представь, ты поднимаешь взгляд на небо и видишь что-то огромное, светящееся на ее поверхности. Что это может быть? Представим, это Останкинская башня. Она почти полкилометра в высоту. Внушительное сооружение. Но смогли бы мы ее увидеть с Земли, если бы она стояла на Луне? На самом деле нет. Даже такая огромная конструкция на таком расстоянии была бы меньше точки. Для сравнения, самая большая гора на Земле – Эверест, всего 8,8 километра, а самая глубокая впадина – Марианская, около 11 километров. Но даже эти природные гиганты кажутся крошечными в сравнении с тем, что нужно для видимости Земли. На самом деле, чтобы разглядеть объект на Луне невооруженным взглядом, его размер должен быть не менее 112 километров в диаметре. Это как расстояние от Барнаула до Бийска или до Олейска. И это минимум. Так что можно возвести на Луне целые города. А земляне их даже не заметят. Сколько будет весить человек на Луне? Когда мы возвышаемся дома, у врача, на отдыхе, то придаем увиденному абсолютное значение и не задумываемся об относительности понятия вес. А что получится, если ввести на Луне? Так как Луна менее массивная, чем Земля, то цифры будут другие. Наверняка все слышали из передач и книг о космосе, что Луна меньше Земли в 4 раза. Кроме того, что она меньше нашей Земли по размеру, Луна еще и значительно легче Земли. А как же это повлияет на вес человека, попавшего на Луну? Известно, что сила тяжести на Луне в 6 раз меньше. Соответственно, и вес человека будет меньше в 6 раз. Итак, давайте посчитаем, сколько мы будем весить, если отправимся в экспедицию на Луну. Предположим, что вес человека 48 килограммов. Следовательно, на Луне вес уменьшится в 6 раз и составит всего 8 килограммов. А если взять с собой штангу весом 120 килограммов, то мы с легкостью ее поднимем, потому что она на Луне будет весить всего 20 килограммов. Вот так легко и просто на Луне может каждый стать чемпионом. Почему Луна всегда повернута к Земле одной стороной? Вы когда-нибудь задумывались, почему Луна всегда повернута к Земле одной стороной? На первый взгляд это довольно странно. Большинство небесных тел не только летает по своим орбитам, но еще и крутится вокруг своей оси. И Луна не исключение. Да как же так она крутится, а мы видим все равно лишь одну сторону? Почему же Луна повернута к Земле одной стороной? Просто у Луны период вращения вокруг своей оси синхронизирован с периодом вращения вокруг Земли. Поэтому мы всегда видим только одну сторону нашего спутника. Сейчас я расскажу вам об этом поподробнее. Луна всегда повернута к Земле одной стороной из-за явления, называемого синхронным вращением. Вот как это работает. Земля оказывает гравитационное воздействие на Луну, вызывая приливы. Эти приливы не только на Земле, но и на Луне. Приливные силы Земли деформируют Луну, создавая выпуклости на ее поверхности, которые всегда направлены на Землю и в противоположную сторону. В результате этого приливного воздействия вращение Луны постепенно замедляется, пока оно не синхронизируется с ее орбитальным движением вокруг Земли. Это означает, что Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с которой она вращается вокруг Земли. В результате мы всегда видим только одну сторону Луны. Это явление не уникальное для Луны. Многие другие спутники в нашей Солнечной системе также демонстрируют синхронное вращение. Почему Луна светит? Она ведь не звезда. Разбираемся в космических загадках. На самом деле Луна не светится и никогда не светилась. Луна на самом деле огромный космический камень, который не излучает собственного света. Ее яркое сияние – это всего лишь отраженный солнечный свет. Также у Луны есть фазы. Она отражает свет по-разному, в зависимости от ее положения. Представьте, что Луна – это большое зеркало. Она ловит солнечные лучи и отбрасывает их обратно на Землю. Поэтому мы видим Луну такой яркой. Астрономы используют термин «альбедо» для измерения отражательной способности объекта в космосе. Точнее, он измеряет, сколько солнечного излучения отражает объект. Альбедо, равное нулю, означает, что объект темный, а единица, что он очень яркий и отражающий. Альбедо Луны довольно низкое. Оно равно 0,12. Другими словами, Луна отображает обратно всего лишь 12% всего падающего света. Луна гораздо больше похожа на очень темный объект. Например, на астероид, на камень цвета асфальта. Яркость Луны меняется по мере смены ее фаз. В течение первой и последней четверти видимая Луна освещена Солнцем на 50%, но ее яркость составляет всего около 8% от яркости полной Луны. Это происходит потому, что солнечный свет падает на Луну под углом и отражается от нас. Когда Луна полная, солнечный свет попадает на Луну, а затем отражается обратно. Вот почему Луна намного ярче во время полноуния. Какие полезные ископаемые есть на Луне? Итак, вы по-прежнему стоите на Луне, и под ногами у вас не просто грунт, а настоящее сокровище. Лунный грунт или зинголит, как его называют ученые, дает в себе множество полезных веществ. Какие полезные ископаемые есть на Луне? Поверхностный слой Луны буквально пропитан изотопом гелия, из которого делают ракетное топливо. Кислород для дыхания. Из лунного грунта можно добывать кислород, который и так необходим для жизни. Вода. Да-да, на Луне есть вода, правда в виде льда, спрятанного в темных кратерах. Строительные материалы. Алюминий, титан, кремний. Все это есть на Луне. Из этих материалов можно строить базы, космические корабли и многое другое. Почему же мы еще активно не начали добывать ресурсы на Луне? Дело в том, что это еще пока очень дорого. Доставить все необходимое оборудование на Луну и обратно. Задача не из легких. Но ученые уверены, что в будущем все изменится. Так что Луна это не просто большой камень в небе, это кладезь полезных ископаемых, которые могут изменить наше будущее. Есть ли у Луны ядро? Если на Луне миллионы лет назад было извержение вулканов, значит где-то внутри нее была горячая магма. А значит Луна состоит не просто из космической пыли, а имеет внутри горячее ядро. Так ли это на самом деле? Ученые годами спорят о составе ядра Луны. Одни предполагают, что ядро до сих пор находится в жидком состоянии. Другие твердят, что оно давно остыло и стало твердым. Но всем спором когда-нибудь приходит конец. Ученые заявили, что собрали всю информацию, полученную в ходе космических миссий. Они учли сейсмическую активность, рельеф, размер спутника, его скорость, вращение и прочие данные. И это позволило смоделировать развитие и нынешнее состояние ядра Луны. Результат откровенно удивил. Наверное, всем интересно, что же они таки выяснили. Оказывается, лунное ядро состоит из двух слоев – внутреннего и внешнего. Внутреннее состоит из тяжелых, твердых веществ, а верхнее – из легких и жидких. На сегодня это все, но наша программа уже работает над новым выпуском. Мы, как всегда, готовим для вас только интересные и занимательные факты. Любите науку, узнавайте новое, читайте энциклопедии и смотрите нашу познавательную программу «Дети большого толка». Пока-пока, увидимся через неделю!